Библейский портал экзегет.ру представляет Его смысл довольно ясен, его сложно просто воспринять Он кажется абсолютно не таким, какой мы ждем от Библии Здесь вообще-то порнография, как это может быть? Давайте посмотрим 15 глава, обратим внимание, она дает нам такую метафору виноградной лозы Виноградная лоза – растение очень ценное, хорошее, которое приносят лоды Израиль – такая виноградная лоза Господа А в 16 главе Израиль – это неверная жена Господа Уже из совершенно другой области метафора Ну потому что растение, оно и есть растение Как бы оно нравилось нам, не нравилось, мы не отождествляем себя с ним так плотно А вот здесь отношение Бога и народа – это отношение мужа и жены Было мне слово Господне Сын человеческий, поведай Иерусалиму о его мерзостях Передай такие слова владыке Господа Иерусалиму «Родом и происхождением ты из земли Ханаанской, твой отец Амария, мать твоя Хитейнка» Что имеется в виду? Вообще-то очень странные слова, потому что израильтяне гордятся тем, что они потомки Авраама Ну Амарий – это народ такой странствующий Авраам Ну скажем, с некоторой натяжкой может быть назван Амареем Он называл себя рамениным, вообще-то он выходец из Междуречия То есть национальности у него в общем-то нет Потому что он не живет среди своего народа И себя вычеркивает, как некий переселенец Вот из той среды культурной, этнической, из которой он вышел А мать, кто вообще-то Сара, она его жена Причем здесь Хитейнка Так называли один из народов, который жил в Ханаанской земле И родом и происхождением ты из земли Ханаанской Ну, как-то мне совсем это непонятно Он что, Иезекииль не знает истории книги «Бытия» Что израильтяне не от хананеев По крайней мере, так они постоянно сами о себе говорили И то, что отец Амарий, ну, можно видеть в этом Авраама Ну, не очень-то Это все равно, что русским сказать Ваши праотцы там славяне А матери вашей, они там, я не знаю, угрофинские племена Причем здесь это? Да, они живут на территории, где когда-то жили эти самые Хитеи, Хананеи Может быть, имеется в виду, что вообще-то вы не дети Авраама То, что потом в Евангелии прозвучит из камней Если их может, Бог воздвигнуть детей Аврааму Вы живете скорее по образу жизни своих родителей То есть по образу жизни либо людей, которые жили здесь Вот эти самые хананейские племена, в том числе Хитеи Либо, да, пришельцы, ну, а Марии, странствовавшие племена Которые вторгались периодически в эту землю Ну, не Авраам, вот строго говоря Да, какие-то вот другие племена Вы живете так, как живут они Вы их дети, на самом деле И в день твоего рождения, когда ты родилась, поповина Тебя не перерезали, дочь с водой не омыли Солью не натерли, в пеленке не завернули То, что делают с ребенком Зачем натирали солью, не очень понятно Но у соли в те времена явно был какой-то смысл символический Жертву посыпали солью перед тем, как ее сжечь Да, вроде это практически не нужно То есть соли, наверное, приписывалась вот некоторая такая очистительная сила Ну и справедливо Засоленные продукты не портятся И вот если натереть ребенка новорожденного солью Наверное, верили, что это ему поможет в дальнейшей жизни Соответственно, не помыли, не перерезали пуповину Никто не взглянул на тебя ласково, не сделал с тобой ничего этого из жалости Нет, ты была брошена в чистом поле И в день, когда ты родилась, тебя презирали А в какой день родился народ Израиля? Давайте почитаем, что об этом пишет Иезекииль Я проходил мимо тебя и увидел, как ты трепещешь в собственной крови И сказал тебе, лежавший в крови, ты будешь жить Да, я сказал тебе, лежавший в крови, ты будешь жить, возрастать, как цветы полевые Ну, то есть, видимо, идет речь про исход из Египта Которые, конечно, израильтяне всегда понимали, как момент рождения своего народа Не просто некоторые группы этнически однородные А может, и не очень однородные, из разных племен, в конце концов Состояла эта группа, и мы даже читаем о том, что диалекты у всех свои были Они узнавали друг друга по выговору Но здесь получается, что физически она родилась от кого-то другого Вот эта вот маленькая девочка Вот этот народ Израиля физически родился от кого-то другого И Господь его подобрал, Господь его усыновил Может быть, это и есть исход из Египта Вот там они лежат в крови своей, да, на чужой земле, никому не нужные рабы А вот Господь их подбирает и говорит, да, ты будешь жить И возрастают, как цветы полевые Выросла ты, окрепла, красота твоя была прекрасна Груди поднялись, волосы пробились, но ты была ногой не прикрыта Вот уже как-то неловко такое читать в Библии Прямо вот описание пубертата девичьего, да? Но ведь человеческое тело – это тоже часть мироздания Если описывать красоту полевых цветов, почему не описать красоту человеческого тела? Проходил я мимо тебя, и тебя увидел Настала твоя пора, пора любви настала И простер я пол из своих одеяний, покрыл твою ноготу Клятву дал и вступил в союз с тобою Пророчество Владыки Господа, и так ты стала моей Ну, прям вот, вот как он может такие вещи говорить Что Господь увидел красивую молодую девушку и вступил с ней в брак Прямо ужас, ну, языческие боги такими вещами занимались Отлавливали там красоток земных Скажем, Зевс по греческой мифологии очень любил это дело И вступал с ними в какие-то связи А здесь вот прямо Господь вступил с этой девушкой в какую-то такую связь Это, конечно, образ израильского народа Образ завета, который он с ней заключил А с другой стороны, а что в этом плохого? Если мужчина видит красивую девушку и берет ее себе в жены С ее взаимного согласия Это же прекрасно, разве нет? То есть мы почему-то часто вот свою собственную жизнь Размечаем такими маркерами Об этом прилично, об этом неприлично говорить Прилично не об этом говорить Прилично как-то об этом говорить А как-то по-другому можно совсем неприлично Но дальше будет и неприлично Омыл я тебя водой, смыл кровь и умастил маслом Нарядил в пестрые одежды, в обувь из лучшей кожи Льном тебя подпоясал, шелковым покрыл покрывалом Украшениями тебя украсил На руки надел тебе браслеты, а на шею твои ожерелья Вдел я колечко тебе в нос Мода различалась тогда от нынешней И серьги в уши Прекрасный венец возложил на голову Вот действительно невеста на свадьбу наряжают Когда ее умывают Такое отчасти ритуальное омовение Потом наряжают самую красивую одежду И множество украшений Так наряжалась ты в золото и серебро Одевалась в чистый лен и шелк разноцветный Лен — это более дорогая материя, чем шерсть, по крайней мере, тогда была И она считалась такой отборной В частности, священные всякие одеяния Служители храма были льняными Ну а шелк это вообще привозили Собственно, из Китая привозили Хотя о Китае еще ничего не знали Это очень дорогая материя Ела хлеб из отборной муки с медом и маслом Какой же красавицей ты стала В какую царицу превратилась О твоей красоте говорили народы Такой она была совершенной Так великолепно нарядил я тебя Пророчество владыки Господа Вот мужчина, который взял в жену эту девушку Он ее всем обеспечивал, нарядил Любует с ее красотой Идеальная семья Но ты понадеялась на собственную красоту Славу свою променяла на блуд со всяким встречным Сама ему отдавалась Ты взяла часть своих нарядов Украсила им разномастные святилища И придавалась там блуду Какого прежде не бывало и впредь не будет То есть то, что дает Господь Эта женщина отдает неким таким святилищам, идолам То есть он живой, а не мертвый Но она, подарки от него Понятно, что это образ тех даров, благодеяний, урожая В конце концов, которые народ Израиля получает от Господа Вот это все приносится идолам И это блуд Это неверность Это не просто мимолетное увлечение Это сознательная позиция Не буду со своим мужем, а буду с этими идолами Ты взяла свое украшение из моего золота и серебра Те самые, что я тебе дарил Сделала из них изображение мужчины Блудила с ними Взяла свои разноцветные наряды И их покрыла Мое масло и мои благовония им подносила Вот уже описание ритуалов Делаются золотые и серебряные идолы Но ведь все у Израиля от Бога Они украшаются одеждами Им приносится вино, масло, пища И пища, которую я тебе давал Хлеб из отборной муки Масло и мед, которыми я кормил тебя Ты приносила им как благоухонную жертву Вот что было Пророчество Владыки Господа Ну, описание, как женщина кормит своих любовников многочисленных Иногда муж старается, чтобы в доме все было А жена тратит это на любовников А здесь это описание языческих культов Которые приносятся тоже разные жертвы Более того, ты брала своих сынов и дочерей Которых ты родила мне И отдавала им в жертву на съедение Мало тебе было блуда, так ты убивала моих детей Принося их идолам в жертву Детские жертвоприношения Наверное, самая кошмарная И, к сожалению, реально существовавшая практика И, более того, археологи находят такие места Где какое-то количество обгоревших детских костей Вот это как раз характерно для культов хананеев Карфагенине, которые были колонистами, переселенцами из Финикии Тоже это практиковали Древние римляне, они совсем не были сентиментальным народом Они проливали кровь тоже довольно активно Но карфагенины, они просто ненавидели смертную ненависть В частности, за это что-то совершенно страшное Значит, израильтяне тоже периодически вдавались в этот культ Принося в жертву своих детей А ведь это логично с точки зрения логики язычника Ты хочешь чего-то очень важного, большого, нужного, хорошего Отдай что-то очень важное, нужное, большое и хорошее Собственного ребенка, что можно придумать как большую жертву И обратим внимание, что в книге Бытия Описывается история про Авраама Который приносит такую жертву Готов ее принести своего сына Исаака Но Господь его останавливает, говорит, мне это не нужно А идолы не останавливали они, что они мертвые И во всех своих мерзистых в этом блудении Вспоминала ты о заре своей жизни Когда была ты ногой и не прикрыта Когда трепетала в собственной крови И после всех своих злодеяний Горе тебе, горе, пророчествует Господь Ты понастроила себе в возвышении На всяком холме и во всякой долине У каждого перекрестка ты соорудила возвышение И срамила там свою красоту Раздвигая ноги перед всяким прохожим Все пуще блуду предаваясь Ты блудила с египтянами Ведь у соседей твоих большой размер Можно перевести огромную похоть Но это же вообще порнография пошла Как я и предупреждал И все пуще предаваясь блуду Мини огневила Ну вот описание просто неприличное до предела Ну а как описывать блудодеяние Когда вот эта развратная женщина У каждого перекрестка занимается всем этим И более того засматривается На, простите, размеры соседей А Египет это великая страна Великая цивилизация Территориально у них огромная страна И культура у них замечательная совершенно Пирамиды эти самые до сих пор сохранились И не только Святилища По сравнению с Египтом Древний Израиль Ну это какое-то маленькое провинциальное Крохотное племя А вот Египет, да Это величие Это сила Это мощь Ну вот Соответственно на это все и польстилось Синодальный перевод, может быть, несколько сглаживает эти вещи Но в оригинале, поверьте Они именно такие Очень жесткие А как еще это назвать? Вот когда Вот можно себе представить очень хорошо Мужчину, у которого есть красавица-жена Он все для нее сделал Он вообще взял ее из нищеты, из унижения Нарядил, накормил Она вот так себя ведет Вот мы понимаем чувства этого мужчины По крайней мере, мужская часть аудитории Наверное, очень хорошо понимает эти чувства И пророк Иезекиил, он не стесняясь, говорит Вот Господь, он то же самое претерпевает от вас, израильтяне Поймите, каково ему это И он не стесняется в выражениях Но он не любуется этими порнографическими деталями Я, наверное, не прав, произнося слово порнография Потому что это когда любуются Когда их подчеркивают, выделяют всячески, их смакуют А он смотрит на чувства Он смотрит, что делает эта женщина, израильский народ Что делает этот мужчина, ее супруг Господь, на самом деле Потому и занес над тобой руку Уменьшил надел, который отвел тебя Ну, то есть территорию Израиля Отдал тебя на милость ненавидящих тебя дочерей Филистимлин, которым опротивляют твои гадкие повадки Ну, то есть извечные враги израильтян Филистимлине Так вот, их дочери Ну, вот Израиль здесь как женщина И, соответственно, Филистимлинки Как тоже другие такие тетеньки И вот они обижают дочь Израиля Ну, почему? А вот почему Потому что она с мужем своим вот так поступила Дочерей Филистимлин, которым опротивили твои гадкие повадки Ну, даже Филистимлинки от этого уже просто вот в шоке Это было дело с ассирийцами ненасытно Этим блудом не насыщалось То есть Египет одна мировая держава, а Сирия другая того времени Потом пришла третья Вавилон Но до Вавилона еще не дошло Ты блудила с ассирийцами ненасытно Этим блудом не насыщалось Блудила все пуще от Ханаана и до Халдеи Или со страной торговцев Халдеи Там не очень понятно А это уже Вавилон, да, Халдея Это другое название Вавилона Но и этим не насыщалось То есть ко всем этим великим державам Старалась как-то подольститься Как-то вот от них что-то получить Как же ничтожно твое сердце Пророчество Владыки Господа Если ты такое вытворяла Наглая блудница Когда ты устроила себе возвышение У всякого перекрестка И святилище на всякое равнение Ну то есть всевозможные места Языческих культов Ты даже не была похожа на блудницу Потому что не брала платы Ты неверная жена, которая изменяет мужу с чужими То есть это хуже блуднице Да, блудница может быть Ну, ей жить не на что Она так зарабатывает А это просто для удовольствия Всем блудницам дают плату А ты сама приплачивала любовникам Их покупала Чтоб со всех сторон приходили А не к тебе блудить Не так было с твоим блудом Как обычно бывает у женщин Не тебя совращали А сама ты платила Не тебе платили А ровно наоборот Почему это важно Потому что тот, кто платит Тот, как известно, заказывает музыку Значит, это инициатива женщины Значит, это от ее какой-то вот Пресыщенности От ее желания Получить удовольствие И, соответственно, это желание Израиля Это не то, что его соблазнили Окрестные идолопоклонники Но он сам в это ударился Так выслушай, блудница, слово Господне Так говорит ладыка Господь За то, что ты изливала свою похоть И, блудя, заголялась Предлюбовниками И предмерзкими твоими идолами И за то, что отдавала им кровь своих детей Собируя всех любовников твоих С которыми ты тешилась И всех, кого ты любила Вместе со всеми, кого ты ненавидела Отовсюду соберу их против тебя И обнажу тебя пред ними Чтобы видели твою наготу Буду судить тебя Как судят за прелюбодеяние убийства Ну, что, собственно, она и сделала И постигнет тебя кровавая ярость и ревность Я придам им тебя в руки Они разорят твои возвышения Разрушат святилища Сорвут с тебя одежду Отберут окрашения Оставят тебя ногой неприкрытой Соберут против тебя толпу Забросают тебя камнями Мечами изрубят Сожгут они дома твои Огнем произведут над тобой суд Пред множеством женщин Так я положу конец твоему блуду И платить ты впредь уже не станешь Ну, то есть Израиль был взят из ничтожества Возвышен Получил все, что ему было нужно Потратил это на идолов На, соответственно, то, что сравнивается здесь с блудом И вернется в прежнее свое состояние Причем через вот этих самых людей Через эти окрестные народы Которые его и разорят А что будет потом? Так утолится мой гнев на тебя И утихнет ревность моя о тебе Я успокоюсь и гневаться не стану За то, что не вспоминала ты о заре своей жизни И меня раздражало всеми этими делами И все твои безобразия Падут на твою же голову Пророчество Владыки Господа Разве не добавила ты ко всем своим мерзистым Еще и разврат? Всякий может применить к тебе поговорку Какова мать, такова и дочь Ты дочь своей матери, которая бросила мужа и детей И сестра своих сестер, которые бросили мужа и детей Ведь ваша мать Хитейнка, а отец Амария Вот загадка, которая была в начале главы Что это значит? Что ваша мать из местных Из жителей вот этого самого Ханана Это не Сара, не Ревекка Это вот какие-то местные женщины Которые были вашими матерями Они бросили мужа и детей Они были падки на блуд И ты такая же То есть тут, может быть, мы обратно бы сказали Что как ты себя ведешь Тех людей ты и дочь Кому подражаешь, тому и наследуешь А здесь просто немножко в иную сторону повернута Эта логическая связь, но она присутствует Да, ты дочь этой самой Хананейнки Потому что ведешь себя так А кто же сестра? Тут сестры упоминаются Твоя старшая сестра Самария Самария – это столица Северного царства Поделилась ведь уже после Соломона Царство на два, Северное и Южное И Северная Самария была разрушена осирийцами Твоя старшая сестра Самария Она вместе со своими дочерями жила к северу от тебя А твоя младшая сестра, что со своими дочерями Жила к югу от тебя Кто бы это был? Это Содом Содом и Гамора Два города разрушенных Господом За полное нечестие и разврат их жителей Оказывается, это сестры Сестры Израиля Ничего себе Израильтяне-то привыкли на них смотреть Как на такой образец нечестия Уж, конечно, они не Содом Не по их ли обычаям ты поступал? Опять-таки, кому ты сестра? Тем, с кем ты заодно Не их ли мерзости вытворила? В краткий срок Стала ты развратить не их во всем, что творила Жив я, пророчествует ладыка Господь Ну, формула клятвы Жив я То есть такого окончательного подтверждения Не творила твоя сестра Содом И дочери его того, что вытворяла ты со своими дочерями Вот каковы были пороки твоей сестры Содома Гордость, пресыщение и праздность Обратим внимание, что как раз Здесь мы обычно Содом связываем с каким-то вот Распустым сексуальным А здесь гордость стоит на первом месте Пресыщением во всем, не только в разврате и праздность А ведь что там было? Когда ангелы пришли в Содом, их никто не принял Их захотели, наоборот, подвергнуть насилию Но это вот не только в сексуальности дело Дело в том, что вот этот город, он такой очень жесткий По отношению ко всем, кто в него приходит А распутство — это уже некоторая такая форма этой жесткости Гордость, пресыщение и праздность А с ней дочерей ее не поддержала она ни бедного, ни нищего Вот, оказывается, социальная справедливость важнее, чем Какая-то чистота в делах амурных То есть, а не чистота приходит просто уже скорее следом Как следствие этой общей развращенности Возгорделись они, творили мерзости предо мной И отверг я их, когда это увидел А в Самарии половина твоих грехов не нагрешила Ты произошла своими мерзостями своих сестер По сравнению с твоими мерзостями они праведницы Ничего себе так израильтянам услышать, что Содом Нечто праведное по сравнению с ними, с израильтянами Это уже просто оскорбление Такое ощущение, что в этой главе Иезекииль намеренно групп Может быть, поэтому Здесь вот такие как раз образы Блудницы этой самой женщины Которая ведет себя абсолютно неприлично Так неси свой позор Ты выгордела своих сестер собственными грехами Превзойдя их мерзости Они правее тебя А ты стыдись и неси свой позор По сравнению с тобой и твоей сестры праведницы Еще и еще он это повторяет Вот самые важные мысли повторяются дважды и трижды Чтобы уж никто не сказал, что он не расслышал, не заметил Но я восстановлю их благополучие Благополучно будут Содом с дочерями И благополучно будут Самария с дочерями И ты заодно с ними будешь благополучно Надо же Может быть, здесь даже более конкретно сказано Верну их пленных Пленных Содома, Самарии, твоих пленных А не благополучие Но Содом разрушен, уничтожен И кажется, что это уже абсолютно невозможно Оказывается, что и для Содома предусмотрено Какое-то светлое будущее Вообще, это уникальное место в Библии Где о Содоме говорится как о городе, который может быть возрожден Он не был, конечно, возрожден Никто даже не знает, где конкретно это было Где-то в районе Мертвого моря Но получается, что для Бога не очень важно Это как бы противоречит всему, что мы читали до сих пор У пророков Не очень важно, народ Израиля это Или какой-то другой народ, причем осужденный Это риторика, то есть Раз уж сравнивать вас с Содомом, то во всем Или это некоторые вести о том, что даже Содом может быть возрожден Каким-то непонятным абсолютно образом Трудно сказать однозначно Но у пророков много риторических таких, я бы сказал, перехлестов местами То есть вы уж совсем ничем не лучше Содома Вот главное, что сказано Так что неси свой позор и стыдись пред всеми Твои поступки принесли им покой Вот недостоинство Израиля То, что израильский народ не исполняет своего назначения Оказывается каким-то образом благотворно для всех остальных народов Потом из этого апостол Павел целое богословие разовьет Маслина, дикая маслина прививается от природной Неверность Израиля приносит спасение, собственно говоря, остальным народам Потому что они как бы замещают его Если уж Израиль таков, то всем остальным тоже получается Но найдется место в Божьем замысле Но это уже есть у Изекииля Твои поступки принесли им покой Твоя сестра Содом с дочерями станут такими, как прежде Твоя сестра Самария с дочерями станут такими, как прежде И ты сама с дочерями станешь такой, как прежде То есть восстановление отношений с народом Израиля Станет восстановлением отношений Бога со всем человечеством Израиль не лучше остального человечества Израиль не отдельно от него И даже Содом, даже самая развратная часть этого былого, уничтоженного человечества, найдет свое место в этом замысле. «Разве не поминала ты то и дело сестру свою Содом в дни своего великолепия, когда еще не открылось твое зло, как было, когда попрекали тебя со всех сторон Сирийки и ферестимлинки презирали повсюду? За разврат твоей замерзости твоей тебе все это пророчество Господне». То есть, оказывается, израильтяне поминали Содом. Они говорили о том, что «ну мы-то другие», да, вот это некоторая такая гордость своими духовными достижениями, своей историей, своей идентичностью. «Мы-то другие, мы не то, что эти». Да нет, получается, что, начиная себя сравнивать с кем-то, ты тем самым даешь повод и к сравнению не в свою пользу. Ты тем самым говоришь, ну да, кто из нас лучше, а вдруг не ты? А вдруг все то, что ты относишь к себе как к носителю вот какой-то особой праведности, чего-то особого такого замечательного, может быть, не в силу своих достоинств, в силу своего происхождения, принадлежности к какой-то группе людей, вдруг это все может стать поводом сравнить не в твою пользу, вдруг окажется, что Содом-то не хуже, по крайней мере. И тогда получается, что никакого преимущества нет. Тогда получается, что важны лишь вот это вот состояние оставленности, какого-то вот ухода от Бога или, наоборот, возвращения к Нему. И что просто у всех свои траектории. И Содом отошел раньше, и раньше был уничтожен. Израиль отходит сейчас, и сейчас будет уничтожен. Но в конечном итоге замысел Божий включает всех, и Содом, и Израиль. Так говорит ладыка Господь. Как ты со мной, так и я с тобой. Вот месть это или, скажем, просто описание ситуации, когда человек или общество людей, выпадая из отношений с Богом, получает их естественные последствия. Вот ты, и дальше он объясняет, ты приступила к лятву, разрушила союз. То есть, что происходит, когда, допустим, один из супругов пускается в блуд, нарушает верность другому супругу. Он нарушает фактически эту супружескую связь, да? И другой не то что мстит и делает то же самое, но другой же не считает себя связанным этим союзом. Но бывают ситуации, когда другой все же сохраняет, если не союз, который разрушен, но готовность его возобновить. Но я вспомню союз, заключенный с тобой на заре твоей жизни, и буду хранить этот вечный союз. Вспомнишь, как ты поступал, и устыдишься, когда будешь принимать своих сестер, и старших, и младших, ну, то есть, Самарию и Содом. И дам я тебе их, как дочерей, но не от союза с тобой. То есть, смотрите, вот эти самые вернувшиеся к Богу другие народы, они становятся дочерями Израиля, да? Вот его какими-то частями, но не от союза с тобой. Фактически, вот, богословие апостола Павла в Новом Завете, оно говорит о том же, что человечество, оно становится само новым Израилем, оно становится само новым народом Божьим, но не от Ветхого Завета, это что-то другое, что возвращают человечество к Богу, и это не просто расширение Ветхого Завета, да? Вот раньше с народом Израиля заключил Завет Господь, а теперь с остальными такие же Заветы. Нет, это какой-то новый Завет. И, опять-таки, роль израильского народа в этом всем центральна, как ни странно. Он не объясняет, как и Павел не объясняет в римлянах, но, говорит, весь Израиль спасется. И здесь фактически то же самое сказано. «Я буду хранить союз с тобой, будешь знать, что я Господь, будешь помнить, будешь стыдиться, так что и рта тебе не раскрыть от позора, когда я прощу все, что ты вытворяла», пророчество Владыки Господи. Прощение будет. Прощение будет, это будет моментом какого-то страшного позора, но одновременно и моментом восстановления отношений. Одновременно Израиль вернется к Богу, просто хвалиться ему будет особенно нечем. Мне кажется, вот эта 16 глава пророка Изахилия начал с того, что в ней совершенно неприличные вещи говорятся. Мне кажется, она из всего Ветхого Завета наиболее точное и полное предисловие к посланию к римлянам апостола Павла, потому что вот эта идея универсальности человечества, вот эта идея Израиля как народа, нарушившего верность, который благодаря этому приводит другие народы к Богу, она очень здесь важна. А зачем же эта вся неприличная метафорика, вот все эти образы распутницы, которая там у каждого перекрестка отдается первым попавшимся? Наверное, нужно было шокировать. Наверное, нужно было людям объяснить каким-то очень простым и доступным образом, до какой степени они, вот, ну, слово «разгневали Бога» будет не совсем точно, потому что это предполагает эмоции с его стороны, до какой степени они его оскорбили, оттолкнули, до какой степени они показали, что он им не нужен, не важен, и насколько это все серьезно, вот как ни один мужчина, имеющий какую-то мужскую гордость, не может вот проглотить спокойно эту обиду, это унижение, вот так не может и Господь, а проглатывает, а говорит, что будет помнить этот завет и готов принять свой народ обратно, когда народ к нему вернется. И, может быть, то, что начиналось почти скандальным, каким-то неприличным абсолютным описанием, заканчивается вот именно на градусе этой эмоции, да, вот именно на этих вот распаленных чувствах оскорбленного мужчины, заканчивается неожиданным призывом к примирению. Очень необычно. 17 глава продолжит на самом деле эту тему. Продолжение следует...